Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Впервые на магаданской сцене, да и вообще в России, американский джаз представил колымчанов музыкант из Нью-Йорка Джон Дэвис. Об этом и многом другом за 15 минут. Новые дизельные электростанции получили магаданские коммунальщики. Российское оборудование приобрели за счет областного бюджета. Дэвис обошлись от полутора до двух миллионов рублей. Один дизель-генератор получит водоканал, а два установят на котельных Марчакана и Дугчи. К сожалению, отключения электроэнергии бывают и достаточно часто, и не кратковременные. Поэтому это обеспечит надежность тепловодоснабжения жителей города Магадана. Приобретают резервные электростанции по областной целевой программе. В 2017 году было закуплено 11 дизель-генераторов на 14 миллионов рублей. В 2018-м министерство ЖКХ планирует потратить еще 18 миллионов. Но проходит время. Многие источники питания, которые сейчас находятся в резерве, они уже физически и морально устарели. Им по 10-15 лет. Где-то больше, где-то меньше. Поэтому это идет программа обновления. Отсутствие резервных источников питания может привести к тяжелым последствиям. В конце прошлого года в поселке Тало из-за поломки основного агрегата электростанции и отсутствия запасных частей к нему, жители остались без света на несколько дней. Сегодня, по словам министра Василия Рыжкова, обеспеченность резервными источниками питания на коммунальных объектах региона стопроцентная. Управляющим компаниям пришли на помощь. Сегодня техника спецавтохозяйства вывезла мусор с проспекта Карла Маркса. Дополнительную технику выделил комбинат зеленого хозяйства. Задействованы три погрузчика и три самосвала. Сил и времени на этот день хватило на семь площадок. С мусорным коллапсом в Магадане борются больше недели. Минувший циклон заблокировал доступ к большей части контейнерных площадок. С этим справились. Теперь другая проблема. Работе мешают автомобили. Водителей просят оставлять на лобовом стекле контактный телефон. Мастер управляющей компании, который будет знать, что завтра приедет техника, и он уже может пройтись по двору, посмотрев эти стикеры, состоять список телефонов и обзвонить собственников, сказать им о том, что тогда-то приедет техника. В Магадане осталось навести порядок на 36 контейнерных площадках. Коммунальщики рассчитывают справиться за неделю. С привлечением дополнительной техники стихийные свалки ликвидируют быстрее. Из областного бюджета на борьбу с последствиями циклона выделено 10 миллионов рублей. Часть денег мэрия планирует направить на аренду погрузчиков и самосвалов. Магаданцы все чаще о своих проблемах сообщают с помощью проекта «Народный контроль». На этой интернет-странице размещена интерактивная карта города, на которой любой может оставить жалобу или предложение. Вся информация поступает в мэрию Магадана. Сама структура, выстроенная вот этого взаимодействия, она здесь более простая и более короткая. Во-первых. Во-вторых, я бы еще разделил все-таки характер обращений. То есть если человек обращается к какой-то точечной проблемой, вопросам, которые достаточно не требуют финансовых затрат, не требуют каких-то объемов при планировании, смечивания, финансирования и так далее, то такие вопросы решаются очень быстро. То есть это вопрос считанных дней. Благодаря электронным площадкам действует и обратная связь. Проект «Открытый Магадан» стал местом обсуждения планов и решений городских властей. Более трех тысяч колымчан уже высказали свое мнение в 29 опросах. Одним из самых резонансных стало голосование за строительство школы в третьем микрорайоне. Полтысячи магаданцев высказались «за». Новый опрос посвящен образовательной программе по обучению молодежи семейным ценностям. Сия, с которым мы будем действовать на снег, будет та же самая, а площадь у нас будет больше. Участники городского этапа конкурса «Педагог года-2018» продолжают борьбу. Сегодня физику для семиклассников английской гимназии провел учитель из 28-й школы Кирилл Химченко. Он рассказал о законах Архимеда, но в необычной форме. Школьников разделил на четыре команды. Чтобы победить, необходимо усвоить предмет. В общем-то, все дети очень заинтересованы и не стесняются того, что к ним приходят незнакомые учителя, показывают хорошее знание. Это говорит о том, что и дети подготовленные, но и о том, что конкурсанты очень сильные, готовят каждый урок с отдачей полных сил. За звание «Педагог года» борются 14 магаданских учителей и воспитателей. Конкурсные испытания продлятся еще два дня. Закрытие городского этапа пройдет 16 февраля во Дворце детского и юношеского творчества. Победитель станет участником областного тура и получит шанс представить регион на Всероссийском. На японском рояле играет американец. Джон Дэвис выступил в Магадане с программой «Джаз объединяет континенты». Тридцатки лучших летающих лыжников планеты. Магаданка Александра Кустова выступила на Зимней Олимпиаде в Корее. Мобильный репортер неудачно съездил на зимнюю рыбалку. Возвращаться с промысла пришлось пешком. Он не понимает русский, но может изъясняться на языке музыки. С программы «Джаз объединяет континенты» пианист из Нью-Йорка Джон Дэвис путешествует по России. В трио также входят музыканты Игорь Игнатов и Григорий Зайцев. Российские музыканты познакомились с нью-йоркским исполнителем 17 лет назад в Стамбуле и теперь выступают сообща. Подготовленная для этого тура двухчасовая программа состоит из авторских пьес Джона Дэвиса и известных всему миру мелодий. Трио играет на инструментах Магаданской филармонии. Японский рояль приобрели пять лет назад. Он стоит около 4 миллионов рублей. Инструмент капризный, но в день концерта, по словам гостей, был в прекрасном расположении духа. Рояль прекрасный, им можно гордиться. И контрабас неплохой, и барабаны нормальные. В общем, все неплохо. Джон Дэвис в джазе 30 лет, но в России выступает первый год. Планирует посетить 14 городов. Концерт очень понравился. Но мне не нравится, что со мной говорят на английском языке. Я изучала немецкий. Мало того, что играют замечательно, так еще и общаются во время игры. Вот живы-то как-то они. Очень хорошо. Мне очень нравится. Поразил, конечно, нас вальс цветов, потому что такой обработки необычный. В то же время его узнаешь. Прекрасный концерт. Настроение отличное. Трио Джона Дэвиса из Магдана отправилось в Владивосток. А следующего известного артиста колымчане увидят в апреле. В наш город приедет Константин Райкин. Колымские авиаторы отметили солидный юбилей. 95 лет назад в отдельную отрасль народного хозяйства выделили гражданскую авиацию. Праздновали 9 февраля в аэропорту Магадан, где только в прошлом году встретили и проводили 380 тысяч пассажиров. Колымские пилоты сегодня работают преимущественно на внутрирегиональных рейсах. Авиация – это моя любовь, это небо. А небо – это профессия. С детства мечтал. И самое интересное, что мечта осуществилась, это как хобби для меня. Но профессия не только интересная, она заставляет постоянно совершенствоваться. Аэропорт «Сокол» по праву считается воздушными воротами Колымы. Отпускники, туристы, командировочные – летают все. Более 600 человек обеспечивают их безопасность и комфорт. Сегодня делать это проще, чем полвека назад. На грузовой службе было тоже нелегко. Там самолеты в воздухе уже, 12-й открывали створки, а тут уже грузчики готовили или большой груз, или бульдозер. Загоняли на КПРВ, в основном вывозили на атомную станцию. Ежегодно аэропорт поселка «Сокол» провожает в небо до 3000 самолетов. В летнее время они летят по 12 направлениям, не считая рейсы до поселков Магаданской области и Чукотки. Магаданская летающая лыжница Александра Кустова успешно выступила на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Она вошла в 30-ку сильнейших. С результатом 85,5 метра Александра заняла 24-е место. Прыжки транслировали в прямом эфире на канале «Матч-Арена». Накануне выступления на тренировках Магаданка показывала 10-й, 24-й и 7-й результаты. По ее словам, трамплин сложный, очень зависимый от ветровой нагрузки. В день соревнований в Пхенчхане дул ураганный ветер, но состязание не отменили. В Магадан Александра Кустова вернется 16 февраля. Мобильный репортер испытывает прочность льда Охотского моря, а заодно и судьбу. В итоге зимняя рыбалка обошлась в несколько сотен тысяч рублей. Джип провалился и постепенно погружается. Один из мужчин еще пытается достать из автомобиля вещи и полностью промокает в ледяной воде. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок» МТК-Видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова